Значит, вот четвёртая глава. Extremely important stuff. Я думаю. Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворённую верою слышавших. Итак, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Что оно? Что такое оно? Правильно. То есть слово возвещено. Значит, тем – это те… Ну, мы сейчас будем говорить. Значит, им было возвещено слово. По-английски написано good news. Хорошее, как бы, Евангелие. Good news было возвещено им, и good news возвещается нам. А здесь сказано слово. Хорошо. Значит, слово было им возвещено, но оно не принесло им пользы. Видите, слово не принесло им пользы. И опять мне вот сразу место пришло. Писание слово, слово Божье может не принести пользы. Окей? Да, но Исайя, 55, что говорит? Что как дождь, я своими словами, дождь и снег падают и не возвращаются ко мне, так и слово, которое я посылаю, оно исполняет то, что мне угодно. Окей. А бывает так, что оно не приносит пользы. Так оно ничего не исполнило. Нет, исполнено. Потому что там написано, как, что там сказано. По-моему, я говорил когда-то, что дождь и снег сходят на землю, и дальше что сказано? Они делают ее способной рождать. Но земля произрастила, что? Тернией волчьцей. Не потому, что она была неспособна, а тот дождь и тот снег, который Бог послал на эту землю, этот дождь сделал эту землю способной произвести там пшеницу, гетчмень, хорошие вещи. Но она не сделала. But she was able. Земля была able. But it didn't do it. Choose not to do it. Понимаешь? То есть, слово, которое Бог посылает, оно всегда делает, что ему угодно. Но им, не ему, а им, оно не принесло пользы. Это что, вина слова? Нет. Вина Бога? Нет. What's the problem? Потому что слово не было по-английски was not mixed with faith. Не было растворено верой. Поэтому, что будем опасаться, потому что оно им не принесло пользы. Значит, нам нужно опасаться. Это что значит? Оно и нам может не принести пользы, если мы будем точно так относиться к слову, как они относились. Окей. Они слово слышали? Слышали. Но они не растворили его веру. Входим в покой мы... Вот сейчас. Входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом не. Так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь. Не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в покой, остается войти в него, то те, которым прежде возвещено не вошли, в него за непокорность. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после стола долгого времени, когда, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Окей. Ну, хорошо. И теперь самый главный десятый стих. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Значит, и так постараемся войти в покой он и. Что значит? То есть покой этот. Такое старое слово. Что это за покой? О каком покое речь идет? Вот человек просто успокоился. No. No. Речь идет о покое Божьем. Смысл в том, чтобы войти в покой его. Понимаете? Что это? Нам нужно только разобраться, что это значит. И что это значит, когда человек в пошел. Вот человек взял и успокоился. Он говорит, он весь в покое. Ну, может быть, он и в покое. Но у меня вопрос. Он в чьем покое? Это его self-made такой rest, понимаешь? Который он себе сделал такой comfortable life, и он в покое. И он is covered, he is comfortable. Это хорошо. Речь же смысл не в этом. Смысл, чтобы войти в покой Божий. Потому что Бог все закончил. Он все закончил. И теперь он в покое. Так вот, твоя и моя задача – войти в покой его. И вот нам надо только разобраться, что это значит. Значит, начнем с того, что вот с самого начала, что им была возвещена новость. Кому? Ну, израильтянам, которых Бог вывел из Египта, и он им дал такое good news. Какое у них было, какое у них было good news? В том, что я вам даю землю. Я вам даю землю. Я уже дал вам землю. Но задача в том, что до нее нужно дойти. А где она? Откуда я знаю, где она? Я не знаю, куда идти. Ты не знаешь, куда идти? Хорошо. Значит, вот я перед тобой посылаю облако. Это мое облако. В принципе, это я сам, Бог говорит. И тебе надо просто follow this cloud. И ночью я посылаю тебе, даю этот огненный столб такой. Ну, ночью легко. Трудно не заметить такой огненный столб, там, я не знаю, сколько высотой. Трудно заблудиться? Нет. В общем, тебе нужно идти за этим облаком. Когда оно, облако, стоит, ты стой. Когда облако движется, просто иди за облаком. Просто иди за облаком. Ночью тоже будете. И вот вам дается... Ночью облако не видно, я знаю. Значит, вам дается огонь вот такой там, я не знаю, 100 метров. Can you follow this? Окей. Если ты будешь за этим идти, то ты придешь в эту землю, которую я уже вам, в принципе, дал. Это слово, это good news было дано им. Это же вот эта хорошая новость, это Евангелие, она возвещается нам тоже. Нам дается тоже вот этот good news. Что нам дается? Нам говорит Господь, говорит, я тебе даю жизнь вечную, я тебе даю небесный Иерусалим. Да, но у меня нет облака. Я знаю, что у тебя нет облака, но у тебя... Я шел в облаке перед ними, а тебе облако не нужно, потому что я, Бог, уже не снаружи тебя, я внутри тебя. Если ты идешь налево, я тебе говорю, эй, давай, держи правее. А если ты пошел слишком направо, так я говорю, ну-ну-ну, давай сворачьи назад, левее, понимаешь? То есть я корректирую тебя. Все, что тебе нужно, all you have to do is just listen to me and follow me. И вот так нужно идти. Так нужно идти. Для этого нужно что? Ведь, в принципе, Бог ничего не сделал такого, что суперсложного. Если, например, если днем тебе дается облако, за которым тебе нужно идти, это же не трудно, это же просто нужно идти за ним. то этот же Бог, который сейчас уже не снаружи внутри нас, он тоже говорит нам. Поэтому тут речь не идет о том, насколько это трудно. Тут все упирается в послушание. Все упирается в послушание. Вот иди за облаком. Тут не надо ни degree, ни high education, ни знания языка, ни знания еврита, сейчас все изучают. Тут ничего не надо. Просто иди in the world за этим облаком. And you will get there. Ничего не надо. Просто будь послушан. Чтобы слышать голос Божьего, тебе тоже еврить не нужно. Потому что он говорит тебе, он говорит твоему сердцу. Это совершенно другой вид communication. Там вообще язык не нужен. Но чтобы идти туда, нужно, во-первых, поверить в это. Что вообще там есть эта земля. Я, говорит, выдаю там землю. Через пустыню нужно перейти. Иордан, там вот земля будет. Во-первых, тебе нужно, чтобы идти, прежде всего, тебе нужно поверить, что действительно так оно и есть. Это земля, где течет молоко и мед. It's a good land. А нам слово еще лучше звучит. Там вообще Господь утрет всякую слезу. Там не будет ни сперти, ни боли. Там вообще не будет ничего, с чем нам приходится здесь deal. Do you believe? Если you do, значит, иди туда. Но ты должен верить в это. Когда человек идет в пути, он же идет долго. Они шли 40 лет. Мы уже тоже идем, я не знаю, ни год, ни два. То есть, в принципе, ты будешь идти всю жизнь. И ты там окажешься, когда уже уйдешь с этой жизни земной. В пути нельзя, ты не должен ослабеть. Нельзя ослабеть. Почему? Потому что, если ты перестанешь верить, ты перестанешь идти. Вот то, что Вика говорит, что люди ходят, номинальная церковь. Они ходят, что они ходят, что они ходят, что они не ходят, это одно и то же. Почему? Потому что они не верят туда. А что ты ходишь? Вообще, куда ты пришел? Куда ты идешь? Для чего ты вообще за Богом идешь? Ну, чтобы меня тут голова не болела. No, it's not a good reason. Ты идешь за Богом, потому что Он ведет тебя. Куда Он тебя ведет? Он тебе дал обетование, мы увидим потом, что это такое. Это жизнь вечная, это Царство Небесное. Ты идешь куда-то, у тебя есть destination. Он тебя ведет туда. Для этого, прежде всего, ты должен верить в это, что там есть такое место. Если ты не будешь в это верить, то только это иллюзия, что ты вообще на ней. Ты, в принципе, никуда не идешь. Поэтому люди вот так вот ходят, но они ходят, но они никуда не ходят, они не идут никуда. Поэтому это слово, вот это вот Евангелие, которое тебе дается, о том месте, это нужно поверить в это, то есть это нужно растворить верой. Растворить. Как узнать, человек поверил в это или нет? Вот сейчас самое интересное. Как узнать, вот человек поверил, вообще верит или нет Богу? По делам? По делам? Окей. Ну, в принципе, да. А что вот здесь говорится? Миша, можно... А что говорится вот в третьем стихе? Слово, нерастворенные верой, слышишь? То есть они не верили. А что такое... Что характеризует верующих людей? Что характеризует уверовавших? А? Не видите? В покой. В покой входит уверовавший. Верующий человек – это тот, который уже вошел в покой. А отсюда у нее уже соответствующие дела будут. Нам остается самое маленькое. Разобраться, что это значит. Что значит войти в покой? Верующий человек – это тот, который вошел в покой. Причем мы уже говорили, что это не просто покой, какой-то покой, что он там просто успокоился. Речь идет, что он вошел в покой Божий. Что это значит? Давайте вот для этого прочтем «Бытие», вторую главу, пожалуйста. Смотрите, вот второй и третий стих. Очень интересно. Второй и третий стих. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Значит, слово «совершены», и «совершил Бог». Слово «совершены». В еврите там сказано, что он завершил. То есть, в принципе, он закончил. He finished. «Совершил» – это значит, он что-то довел до совершенства. Христос на кресте сказал, «совершилось». То есть, it's done. Смотрите. «И совершил Бог седьмому дню». Седьмой день – это единственный день в Библии, который имеет название. Я вам говорил, это шаббат. Все остальные дни не имеют названия. Первый день называется. Второй день. Третий день. Четвертый, пятый. Это шестой. И седьмой день называется не седьмой день, а шаббат. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил, то, что мы читали, в седьмой день от всех дел своих, которые делал». То есть, он в седьмой день от всех своих дел он успокоился, написано. И, смотрите, «И благословил Бог седьмой день». Нигде не сказано, что он благословил. Второй, третий, пятый, четвертый. «И благословил шаббат». Седьмой день. «И осветил его». Что значит «осветил»? Отделил его. Он его отделил, во-первых, тем, что он дал ему имя. Ни один день не имеет имя. Они все по номерам. Понимаете, как просчитали тебя, просчитали по номерам. Единственное, что не имеет, как бы это седьмой, но он еще имеет имя. Это шаббат. И он отделил его. И в он и день он почил от всех дел своих, смотрите, которые Бог творил и созидал. То есть, то есть, все, что Бог делал и все, что он уже сделал, он не просто делал, а это, 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 это перфектное время по-английски. Перфектное. Знаете, что такое перфектное? It's a perfect tense. Что значит perfect? Это совершенное время. Окей? Он совершил. То есть, это, это перфектное время, как мы говорим, он совершил. И он не просто творил, это прошедшее время, а это, совершил это прошедшее перфектное время. Все закончилось. И вот это нужно кое-что понять здесь. Что здесь нужно понять? Что когда сказано, что Бог совершил все свои дела, это значит, это значит, что он определил начало и конец. Поэтому Господь говорит, я есть что? Альфа и Омега. Я есть начало и конец. Он положил начало истории. И я вам покажу сейчас. Он положил и конец истории. Он определил, он литерали написал историю человечества. Он знает, когда она началась. Ну, кто-то скажет, я тоже знаю. Да, но ты не знаешь, когда она закончится. А он, а он знает. Почему? Откуда он знает? Потому что он определил. Написано, что Бог назначил день, когда он будет судить мир посредством сына. Помните, деяние 17-е было? Он определил это. Он решил, когда закончится история. Ему не надо думать. Ему не надо исследовать. Окей? Он это сделал. И что он теперь? И он успокоился от всех дел своих. Это значит, что он уже сейчас в принципе ничего не делает. Да. Но ты скажешь у Иоанна в 5 главе, по-моему, 17 стих сказано, отец даны не делает. Помните такое место есть? И я даны не делаю. Иоанн, 5 глава. А вот. Отец мой даны не делает. И я делаю. Мы же прочли, что он уже все сделал. Как это увязать? Это противоречие. Нет тут никого противоречия. Что это значит? Это значит, что Дух Святой делает то, что Отцом Богом определено. То есть он, Бог, нарисовал историю, написал историю человечества. Он определил все, что есть и все, что будет. Для него же настоящее будущее, оно же все перед ним вот так, понимаешь? И теперь Дух Божий, Иисус, понимаешь, они просто осуществляют то, что Богом определено, и то, что назначено. Понимаете? Поэтому то, что происходит в истории, или то, что произойдет в истории, для нас это вау, я никогда не думал, что это будет. Для Бога это никогда не сюрприз. Он знает, что это будет. Это не значит, что все это от Бога, но, по крайней мере, он знает, вся история перед ним, она уже определена. Но, если он знает, что все это будет, что, в принципе, ну, хорошо, если, например, тебя это не сильно интересует, и ты меня тоже, допустим, то, что тебя интересует, и что тебя должно интересовать, это то, что твоя жизнь точно так же определена от начала и до конца. То, что он конец, начало и конец в истории, он точно так же начало и конец и в твоей жизни. Написано в Псалме 138, что, что, когда, говорит, я был еще в очлеве матери, все дни жизни моей были записаны в книге твоей, когда они еще даже не исполнились. То есть, Бог уже записал. Помните, Иисус Христос сказал, что, вот рука предающего со мною за столом. Помните? Матфея 26 глава. Но что сказано? Но Сын человеческий идет так, как, что, написано о нем. Но горе тому, через кого он предается. Так у меня, я у меня для тебя кое-что сказать. Так как жизнь Иисуса была написана, так и твоя и моя жизнь написана. Ты понимаешь это? Это не значит, что в твоей жизни все осуществится автоматически, так как она написана. Оно, да, осуществится только при одном условии. При условии, если ты будешь идти за этим облаком. При условии твоего послушания. В истории оно полностью существится, хотим мы этого или нет. Потому что назначить день, когда Бог будет судить Вселенную посредством мужа, им определенного. То есть, это так и будет. Но в моей жизни это может, что и не осуществится. Потому что, если я выберу не идти за Богом, то это и не осуществится. Это не будет автоматически. Я хочу пару мест писаний на эту тему. Например, вот я немножко забежал вперед, но я хочу пару мест писаний. Миша, можно, пожалуйста, что Бог определил, вернемся, давайте назад немножко. Что Бог как бы определил начало и конец истории. Посмотрите, вот это мне нравится, этот стих. Деяние 15 глава. 18 стих. Смотрите. Смотрите. Ведому Богу от вечности все дела его. Обращали внимание на это? Что это значит? От вечности, то есть, от начала Богу известно все дела его. Почему? Потому что Он их все совершил. Он не просто как бы, да, Он делает сейчас, но Ничего нового не делает. Он просто делает то, что Он уже определил. Он просто делает по своему, осуществляет свой же план. Дух Святой осуществляет план Отца. Понимаете? Богу от вечности известны все дела его, которые еще будь сделал, но они уже определены. Поэтому Он находится сейчас в покое. Понимаете, что я хочу сказать? Вот еще есть Исайя 10 стих, 46 глава. Смотрите. Смотрите. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Поэтому Он говорит, я и с начала и конец. Это очень серьезно. Это и есть пророчество. Пророчество никто не знает. Пророчество никто не может. Поэтому свидетельство Иисусова есть что? Дух пророчества. Это очень prophecy. It's extremely serious. Бог говорит этим идолам, этим другим богам. Он говорит, вы мне скажите, что буду, возвестите будущее. И что? Я скажу, что вы боги, такие как я. Представляете? То есть, не то, что это ни чудеса, ни исцеление, ни воскресенье, ни огонь с неба, потому что Он будет тоже это делать. Ты мне скажи, что будет, и пусть это исполнится. И тогда я скажу, что вы боги. Представляете? Бог, это у Исаии, в каждой главе, начиная с 41 главы до 46, одно и то же бог говорит. Он бросает вызов этим лжебогам. Почему? Потому что Израиль стал ходить за всякими идолами. Он говорит, эти ваши идолы, ну пусть они возвестят, что будет. Тогда я скажу, что вы боги. И он говорит, я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то еще не сделалось. И говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Понимаете? То есть, то, что Он определил, оно состоится. Если кто-то может вот это сделать и возвестить, что будет, и оно состоится, Господь скажет, я скажу, что ты такой же бог, как и я. Понимаете? Настолько это серьезно. Поэтому свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Пророчество свидетельствует о том, что бог есть бог. И поэтому, если кто-то говорит, вот там я слышал какая-то там шептуха или какие-то там цыганки, что-то говорят, будущее, please don't listen to this. Never. Они не знают будущее. Да, но вот вы не слушайте эти басни, бабьи басни. Don't listen to this. Будущее – это удел Божий. Только. Прошлое, прошлое, я тоже знаю. И ты знаешь. Прошлое – это не фокус. Будущее – это Божье. Поэтому, когда Господь возвещает будущее, пророчество, Он это не скрывает от нас. Он говорит, что будет. Почему? Говорит, я, один из вас предаст меня. Помните? За чего ты говоришь? Потому что, когда это сбудется, вы вспомните, что, если вы поймете, что я это знаю, что это я, это Бог только говорит. Бог возвещает будущее, и Он тебе возвещает будущее, твое будущее. Он возвещает тебе, правоси говорит, чтобы ты понимала, что это Бог говорит. Потому что будущее – это удел. Это удел Божий. Теперь, что, ну, нас это сейчас не сильно интересует, история и так далее. Нас интересует мы с вами. Так вот, Господь, мы говорили, что Он определил, Он начало и конец, Он возвещает начало и конец не только в жизни человечества, Он возвещает начало и конец и в моей жизни. Он знает его. Он есть начало и конец и в твоей жизни. Он альфа и мумега и в твоей жизни. И Он определил ее и успокоился. Он определил ее и успокоился. То есть, твоя жизнь, вот это вот надо понять, твоя жизнь, она устроена уже. Твоя жизнь устроена. Поймите это, пожалуйста. Не надо ее перекраивать, не надо ее... don't improve то, что Бог совершил, то, что Бог, где Бог достиг совершенства. Он совершил, когда Бог совершил все свои дела, это including your life. Ты не можешь улучшить то, что Бог совершил. Он успокоился от всех дел твоих, в том числе и твою жизнь тоже. все, что тебе нужно, это нужно войти в этот покой. А в покой входит кто? Уверовавший. Если человек успокоился, как тут сказано, поэтому, как Бог успокоился, чтобы войти в покой, как Бог успокоился от своих дел, так и тебе нужно успокоиться от своих дел. в твоей жизни исполнится Божье неавтоматическое. Кто-то скажет, well, если Бог так определил в моей жизни, то оно непременно сбудется. Нет, оно не сбудется. Оно вообще не сбудется. Оно сбудется при одном только условии. Если ты будешь послушан, если ты поверишь, если ты успокоишься от дел своих, потому что, если ты не успокоишься от дел своих, ты не войдешь в его покое, и оно не сбудется. Божье не будет автоматически в твоей жизни. Например, посмотрите, что говорит Лука в 7 главе. Фарисеи и законники отвергли Божью волю о себе, не крестившись от Иоанна Крестителя. Неважно, но факт тот, что они отвергли. То есть, что это значит? Когда Божья воля, когда есть Божья воля, мы говорим, есть воля Божия на мою жизнь. Что это значит, воля Божия на мою жизнь? Это значит, что есть определение Божие на всю твою жизнь. Это значит, Он определил и первый день, Он определил последний день, Он определил все in between, уже все it's done. Он уже успокоился. It's done. Вот это есть воля Божия. Это проложено, жизнь твоя. Поймите, записана она уже. Иисус Христос пришел на землю, и его жизнь была расписана. Вот как маршрут трамвайный. Понимаете? В определенный час, в определенном месте. Вот это значит идти по расписанию. Он говорит, мне суждено быть, помните, он говорит, мне суждено быть здесь. В это время. Иудеи не ходят там через Самарию, а ему надлежит пройти через... Что это значит? Это значит, что расписание трамвайного... Он идет по расписанию. Ему нужно встретиться было с самарянкой этой. Это написано в Божьем плане. И он идет по написанному. А может быть, он хочет... Нет. Он успокоился от дел своих. Иисус Христос говорит, я все творю то, что Отец. То есть, что это значит? Он делает... Он просто идет по расписанию Богом, составленным на его жизнь. Он просто идет по расписанию. А вот я хочу, а вот я не хочу, а вот я... А вот like to... None of this. Нету такого. Он успокоился от этого своего. Поэтому что значит? Он идет за облаком. Это значит, что он придет туда, куда его Бог ведет. Он идет по написанному. Так вот же есть воля Божья на вот этих людей. Есть она. Есть же написанное и на них тоже. Чего же вы ее отвергаете? Вы что, думаете, что вы лучше сделаете? Да, думаю. Ну, хорошо. Knock yourself out. Enjoy the trip. Отвергли волю Божью. Они придут, они не придут. Потому что Божий путь ведет их куда? Как Божий путь их вел туда, в землю ту, так нас ведет вечность туда, понимаешь? И только один... Нету двух путей, понимаешь? Этот, как я пойду так? Нет, я не хочу. Я пойду... No. This is not the case. Есть только один путь. И вот я есть путь. И если я этот путь отвергаю, отвергаю волей Божьей, это значит, отвергаешь Божий путь, который Он определил для тебя. И ты не придешь туда, если ты отвергаешь это. В Деянии еще 13 глава. Пожалуйста, можно? Вот, пожалуйста, Павел и Фарнавас с дерзновением сказали, вам первым они пошли к иудеям проповедовать Евангелие. Окей? Они пошли к иудеям. И они... Ну, и их иудеи, конечно, их не приняли. Прогнали, и они сказали, вам первым надлежало быть проповедован Слову Божьему. То есть, вам первым кому? То есть, Евангелие сначала, во-первых, для иудеев, и потом для Элины, для всех остальных. Поэтому, вам первым мы пришли. Мы пришли к вам первым, потому что Бог нас послал, во-первых, к иудеям, во-вторых, ко всем остальным. И они принесли им что? Они принесли им Слово. Вот это вот Слово. Они принесли им Слово. Но как вы отвергаете Его? И что? И сами себя делаете недостойными чего? Вечной жизни. Ну что? Ну кто виноват? Ну кто виноват? Павел виноват. Плохо проповедовал. Бог виноват. Вы сами себя делаете. Почему? Вы отвергаете. Вы отвергаете Божий план на вашу жизнь. Другими словами. Другими словами. Вы не хотите идти, потому что я хочу делать то, что я хочу. То есть, ты не хочешь успокоиться от дел своих. Что это значит? Это значит, что ты не войдешь в покой Божий. А в покой Божий входят уверовавшие. Если ты будешь заниматься своими делами, то ты идешь в другом направлении. Поэтому они не вошли в пустыню. Это не шутки. Это не шутки. Люди, посмотрите, чего люди себя лишают. Это же не то, что там лишился отпуска, хорошей работы, хорошие там какие-то бенефицины. Люди же себя лишают вечной жизни. Они слышат слово, но оно не приносит им пользы. Они просто... Нет, так я его отвергаю. Да, конечно, я не отвергаю. Если ты спросишь уверовщего человека, вот уверовщего, ты отвергаешь слово Божие? Ты никогда в жизни. Ну, отвергаешь же. Ну, ты отвергаешь его не открыто, не публично, демонстративно. Ну, ты же не идешь по слову. Ты же не идешь по написанным. Ты же делами отри, как там написано. Они исповедуют его устами, а делами... Если ты не живешь по писанию, если ты не живешь по написанным, если ты... То ты, в принципе, отвергаешь слово. Отвергать же можно слово демонстративно, публично, а можно... Так это? Неофициально. Если человек... Если Бог говорит, посылает слово, которое люди... Веришь, верю, но он не поступает по слову. Он что, его не отвергает? Но самое интересное не это. Почему человек отвергает Бога? Потому что он хочет делать так, как он хочет. А это что значит? Поймите, что это значит. Когда ты или я делаешь то, что ты хочешь, значит, что это значит? Это ты не хочешь успокоиться от дел своих. Скажешь, ну, хорошо. Ничего хорошего тут нет. Потому что ты... Потому что ты должен успокоиться от дел своих, как и Бог успокоился от дел своих. Для чего? Чтобы войти в покой его. Чтобы войти в покой его. А покой его – это... Это уже вечность. Бог благословил не шестой, не пятый, не третий день. Он благословил седьмой день. Покой. Там уже дел нет, в принципе. В седьмом дне... Дню... Там покой. Там дел нет. Там... Или что-то другое, но то, что нам уже не дано. Давайте вот посмотрите еще, пожалуйста. Первая Иоанна. Вторая глава. Я хочу, чтобы вы знали, какое у Бога для тебя есть обетование. Запомните. Короткий стих. Очень простой. Чтобы понять и запомнить. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечно. Окей. Им было возвещено это слово, нам возвещается это слово. Ты веришь в это? Ну, конечно, я верю. Ну, Господь говорит, окей, если ты веришь, значит, ну, теперь надо теперь... Надо же к этому... Ты это имеешь, но к этому же надо прийти. Ты это имеешь сейчас по вере, но тебе... You have to get there. И Он говорит, ну, сам же туда не пойдешь, не дойдешь, тебе нужно... Поэтому что Господь говорит? Follow me. И когда мы начинаем идти за Ним, вот тут начинается. Тут я... А вот я хочу, а вот я не хочу, а мне что-то вот кажется. I think. All kinds of stuff начинается. А что это значит? Это значит, что... Я не могу успокоиться о делах своих. Я что-то там еще дергаюсь, понимаете? Вот я приведу такую иллюстрацию вам. Вот надо добраться из пункта А в пункт Б. Поймите, смысл всего? Смысл чего? В твоей вере и вообще всего, что ты здесь делаешь? Смысл всего, чтобы добраться... вот сюда, понимаете? Вот в этом смысл. Вот в этом смысл. Если у меня смысл здесь на земле там прославиться, то это... Я тогда вообще ничего не понял. The bottom line. Вот это. По крайней мере, так Писание учит. По крайней мере, так я вижу. Все остальное, это все такое, все второстепенное. Самое главное достичь вечности, достичь вот этой вот immortality, нетления. Вот это вот самое главное. То есть тебе нужно из пункта А, это там где-то сейчас, добраться до пункта Б. Здесь мы на земле пользуемся, например, вот есть поезд, который везет тебя, скажем, с пункта А в пункт Б. А есть автомобиль, вот наши автомобили, который может тоже привезти тебя из пункта А и в пункт Б. Есть принципиальная разница между поездом и автомобилем? Какая? Расписание. Рельсы. Рельсы. Понимаете? Смотрите, правильно. Принципиальная разница какая? Причем принципиальная разница. Путь поезда, он уже определен, проложен. Поезд not flexible. Он может медленнее, побыстрее, но он не может сойти с рельсами, иначе будет проблема. Ты понимаешь? Машина, она может ехать так, может ехать так, я могу правой рукой часать, тебе левое ухо. Кто сказал, что этого нельзя делать? Can I do it? I can. Лучше, конечно, левое, но в принципе, если я хочу, я могу правое это делать. С поездом это нельзя делать. Поезд, понимаешь, он как паровоз, говорят, вот так вот. Он стоит на рельсах, он стоит на рельсах. Когда человек приходит к Богу, он говорит, Господь говорит, ты в пункте А, тебе нужно добраться до пункта Б. Ты должен идти по рельсам, ты должен идти по написанному. Ты не должен вот так вот, понимаешь, как GPS, тут можно так, можно и так, можно так, это не годится. Это не годится. Все равно можно, но есть только путь один. Он уже проложен, не надо изобретать велосипед. Путь проложен, путь уже проложен. И это путь проложен кем? Иисусом Христом. Уже рельсы проложены, ты должен стать на рельсы, ты должен стать, ты должен стать на путь и идти, как на по написанному к тебе, поймите это. для этого, ты должен оставить вот это вот блуждение свое, вот эти свои хотения, вот мне хочется, вот I think, I think it seems to me, all kinds of stuff. Ты должен это вот оставить, ты должен стать на рельсы и быть limited. Поэтому Бог дал, когда они вышли из Египта, они стали непонятно что. Первым делом, что Бог дал им? Бог дал им закон. Для чего? Чтобы законы держал их на рельсах. Это нельзя, это нельзя. Тут не убей, тут не кради, тут не посмотри, тут не возжелай. Так что это за жизнь такая? Так иначе тебя унесет. Иначе унесет. Это рельсы, это рельсы. Но речь идет не о законе, речь идет о послушании воли Божьей, о послушании слова, о послушании тому, что Бог определил для тебя. Понимаете? Когда ты будешь так жить, ты будешь непохож на всех остальных. Израилю Бог дал закон, и Израиль перестал быть, как все народы. Он стал отличаться тут же от всех народов. Но Израиль в силу большой духовности, так скажем, говорит, а мы хотим быть, как все остальные. Бог говорит, но ни в коем случае. Для этого я и поставил вас на эти рельсы, чтобы вы не были, как все остальные, потому что все остальные идут туда, а я хочу, чтобы вы шли сюда. Нет, мы хотим быть, как все остальные. Мы хотим вот так вот жить, ездить на автомобиле. Вот так. No. The whole point. Господь говорит, Господь говорит тебе, No. Он здесь тебе говорит, No. Follow me. А ты говоришь, я хочу жить, как все люди. У меня есть там 50, 60, 70, 80 лет. Я хочу иметь удовольствие этой жизни. Я не имею, я что, не заслужил? Я хочу жить, как все остальные люди. Бог говорит, No. The whole point. Чтобы ты не был, как все остальные люди. И чтобы ты не был, потому что эти люди, это мирские люди. Мир и все дела его идут туда. А я хочу, а я определил для тебя путь туда. Ты должен быть не похож на всех остальных. Ты должен быть вообще блуждения от мира сего. Поэтому я тебе даю эти рельсы, которые тебя проводят, идут сквозь этот мир. Но ни в коем случае ничего тут, нету никакого блуждения. Иди по написанному. Иди. Оно уже известно. Как Господь говорит, я уже определил, я уже успокоился. И ты успокойся от сего. Стань на рельсы and just keep going forward. И тогда они, тебе даже не надо, они тебя сами приведут туда. Понимаете? Если ты станешь на путь, путь приведет тебя туда. Не надо ничего изобретать. Не надо выдумывать ничего. Не надо хотеть вопреки. Если ты стоишь здесь, не надо хотеть то, что здесь. Да, но они... That's the whole point, чтобы ты не был такой, как они. Господь говорит, только я знаю, Еремия, только я знаю, какие я намерения имею для вас во благо. Помните? А не во зло. Это же такое. 29 главный. Помню. А я не знаю. Так ты же говоришь, что ты мне доверяешь. Стой на рельсах. Достаточно я буду заканчивать. Достаточно вспомнить жизнь Иосифа. Помните Иосифа? Как им нравится его жизнь? В 17 лет его предали братья. Вообще чуть не убили. Потом они его продали, предали. То есть у него, в принципе, trouble after trouble. Причем не просто там что-то, а серьезный trouble. Тюрьма, предательство, причем братья. Он ни разу не высказал недовольство Богу. Потому что, если я говорю, я говорю, Господь, вот я хочу так, а в моей жизни, я тебе верю, в моей жизни не получается так, как я хочу. Бог говорит, да, конечно. Мои же хотения, это же не твои хотения. Мои мысли о тебе не твои. Я же веду тебя туда, а тебе же тут что-то нравится. Конечно, ты будешь недоволен. И поэтому я обижаюсь на него. Я сержусь на него. Я начинаю еще думать, я могу лучше сделать. Понимаете? Про Иосифа нигде не написано. Хотя он пережил в 17-20 лет такое, что не дай Бог, как говорится. Но тем не менее, мы не видим нигде, по крайней мере, не записано, что он где-то проявил какой-то или недовольство, или там что-то критиковал, как-то жаловался, или murmur, как-то сказать, роптал. По крайней мере, Писание не пишет об этом. Понимаете? Но Бог знает. Бог знает его к началу. Бог видел его конец. И Бог вел его через это. Причем он его все вел ниже и ниже. И было тяжело. И потом тюрьма. Это было ужасно. Но Бог видел его конец. И он говорит, Иосиф, just follow me. Вера. Иосиф. Он слышал слово, но он его растворил верой. А потом вы знаете, какой у него был конец. Но факт, но смысл в том, что весь путь, помните, когда пришли братья его, он говорит, говорит, вы как бы не плачьте, не бойтесь. Дело в том, что это Бог послал меня перед вами. Помните? Все это как бы определил, чтобы вы когда пришли в Египет, чтобы я вам уже тут дал вам хлеб. Помните? То есть, Бог определил его жизнь. Помните это место? Как? Бог может... Да, Бог определил его жизнь. Бог расписал его жизнь. Он расписал его рабство. Он это видел. Он видел, как его предадут там в доме Патифара, как в тюрьме. Бог это все расписал. И он шел по написанному. А потом он знал, что я его сюда поставлю, придут братья, он их тут что-то приютит, накормит и так далее. То есть, определено. Жизнь определена. Get it into your head. Твоя жизнь определена. Она определена уже. Не надо выдумывать. Не выдумывай. Успокойся от дел своих. Войди в его покой. Для того, чтобы исполнились Божьи определения в твоей жизни, нужно не только его водительство, но и твое послушание его слова, которое нужно принять верой. Раствориться в тебе оно должно. Ты его принял сердцем, но оно должно раствориться в тебе и обновить. Помните, как слово семя упало в эту, ну, закваска упала в одну, в три меры, заквасила три меры муки. Слово ты принял сердцем, но оно должно заквасить твое мышление, и оно должно заполнить твое тело. Понимаешь? И тогда оно будет вести тебя. Окей? Итак, задача какая? Успокоиться от дел своих. Как и он успокоился от дел своих.